Здравствуйте! Новости на канале Регион 29. В студии Анна Рязанова. Вот некоторые темы выпуска. Более 40 регионов России, а также гости из Монголии, Армении, Индии и Латвии. Всего 840 человек в Маргаритинской ярмарке ставят самые высокие оценки. Желтая акация, рябина, боярышник и даже яблоньки из Северодвинцы присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику. Владелец частной котельной за границей и готов заморозить своих земляков. Но на этот раз отопительный сезон в Сальвичегодске не должен дать сбой. Пантоны под Неноксой, выброшенные на мель после неудачных испытаний 8 сентября, готовят к демонтажу и утилизации. Эпатаж и электронная музыка, переходящие в рейф и историю одного города, рассказали актеры молодежного театра Архангельска. 10 тысяч участников по всей области, включая Малую Землю. Кросснаций все еще не надоел северянам. Под Неноксой перед выходными был проведен демонтаж понтонов, выброшенных на берег после взрыва во время испытаний на полигоне ВМФ 8 августа. Тема не теряет актуальности. Видео, показывающее, как происходит процесс разборки конструкции, за первые двое суток набрало на сайте региона 29 более 50 тысяч просмотров. Транспортные контейнеры для погрузки технологического оборудования с понтонов были доставлены на место вертолетами. С помощью гусеничного экскаватора проведена погрузка, а далее опять же вертолетами контейнеры отправили на место утилизации. Операция была проведена 20 сентября. Второй этап – это снятие самих понтонов с мелководья и их буксировка для последующей утилизации. Отмечу, что еще 13 сентября глава региона в своем паблике ВКонтакте «Орлов по море онлайн» пообещал, что понтоны будут демонтированы и утилизированы. А комментируя результаты лабораторных исследований морской воды, почвы и растительности вокруг этих конструкций, отметил, что никаких угроз здоровью населения и окружающей среде не существует. А сейчас в Котловский район, в Сальвич-Годске, введен режим повышенной готовности по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сроки отопительного сезона сорвала владелец одной из котельных – компания «Котла-Стройинвест». Более 100 объектов, жилые дома и социальные учреждения не получили вовремя тепло, но ситуация выправляется. Кто помог, знает Елена Кермич. Семь из восьми котельных муниципального образования Сальвич-Годска запущены в работу вовремя. Сбой дала только одна котельная РМЗ. Несколько лет назад она была передана в частные руки, и жители Сальвич-Годска неоднократно жаловались на недостающее тепло. Но в этом году арендатор котельной – компания «Котла-Стройинвест» – пошла еще дальше, почти сорвав отопительный сезон. По городу упорно ходили слухи, что отопление в этом году дадут не сразу, не вовремя. Как обычно ждали его к 18 сентября, но изначально этого не случилось. И вот суббота – нечаянная радость. Вдруг зашуршала вода в батареях, прикоснулись, а отопление – это далее. И все-таки на этот раз Сальвич-Годск не должен замерзнуть. Вовремя забили тревогу администрации города, Аркоблэнерго и ТГК-2. В минувшие выходные сюда прибыли ремонтные бригады из Няндамы и Вельска, а сегодня подтянулась верхняя тойма. Общими усилиями запустили в работу старую муниципальную котельную. Сформировали запас угля. С 2017 года центральная котельная в Сальвич-Годске работала чисто на горячее водоснабжение. Но в этом году властям города пришлось пойти на экстренные меры и запустить в работу второй котел. Он работает чисто на отопление. Благодаря чему уже к середине первого рабочего дня к теплу подключены более 60% объектов, запитанных на эту котельную. Два работающих котла смогут обеспечивать теплом жителей Сальвич-Годска, только пока на улице не ниже нуля. При отрицательных температурах мощность котельной РМЗ обязательно понадобится. Но ее хозяин, директор Котла Стройинвеста Алексей Мельков на контакт с властями и журналистами не выходит. По некоторым данным он уже полгода живет за границей. Поэтому принято решение о введении режима повышенной готовности по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. Это позволило начать работы по ремонту котельной без присутствия собственника. В процессе выяснилось, Котла Стройинвест даже не начинал готовить котельную к отопительному сезону. Нет и запаса топлива. На сегодняшний день говорить о проведенных мероприятиях, которые должны были быть сделаны на этой котельной в рамках подготовки к отопительному сезону, они просто отсутствуют. Технологическое оборудование выведено из строя полностью. Все котлы находятся в неработоспособном состоянии. Демонтирована часть оборудования, вывезена с территории котельной. Основными задачами для нас лежало восстановление первого и второго котла, также подвижного пола. Этот пол запитывает первый и второй котел. Нам досталось в плачевном состоянии. То есть изготовлены новые лопатки, все это приварено на место. Все установлено, полностью готово. По отключению гидростанций на сегодняшний момент мы ждем прихода гидростанций. В ремонт котельной Архоблэнерго вкладывает собственные силы и ресурсы. При этом отремонтированное оборудование будет возвращено собственнику, компании Котла Строинвесту. Она же станет получать доходы в виде платежей от населения. Правда, недолго. Администрация города и Архоблэнерго решают вопрос о полной реконструкции старой муниципальной котельной. Составлены дефектные ведомости. На сегодняшний день документы все отправлены в главный офис Архоблэнерго и ТВК-2. Будут проводиться расчеты. Мы надеемся, в ближайшее время их получим. И будем определять источник финансирования, ли это будет инвест-программа, ли это будет рем-программа. Если администрации города и Архоблэнерго удастся войти в программу, то жители Сальвычегодска перестанут зависеть от недобросовестного частника. Весь жилой сектор и социальный фонд будет запитан на муниципальную котельную. Елена Кермич, Алексей Вачек, Регион 29. И еще о сроках и исполнении обязательств. Глава Архангельска Игорь Годзиш объехал строящиеся объекты в округах Воравино-Фактория и Майская горка, чтобы оценить, успевают ли подрядчики вовремя завершить важные для города объекты. Округ Воравино-Фактория прямо сейчас главная точка социальных строек в Архангельске. На улице Воронина заложены котлованы под школу на 860 мест, детский садик на 280 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. На последнем объекте уже проложена ливневая канализация. Рабочие начинают делать водопровод и в ближайшие дни начнут забивку свай. Подрядчик признается, есть небольшое отставание от графика, но это поправимо. Сейчас в связи с изменением в проектной документации мы немножко отстаем от графика, но будем нагонять. К концу года все-таки хотим выйти на работу по графику до конца года. То есть до конца года планируем завершить фундаменты, планируем собрать металлоконструкцию, металлокаркас самого здания, стены и подвести под кровлю. По графику сдача объекта планируется в сентябре следующего года, а вот в округе Майская горка уже в следующем месяце планируется сдать новый детский сад. Подрядчику осталось доделать помещение и прилегающую территорию. На данный момент к завершению подходит внутренняя отделка объекта, инженерные коммуникации проложены, выполняется наружное благоустройство. Планируем в течение октября объект ввести в эксплуатацию. Мы через неделю начнем сдавать мэрии помещение по помещениям. Садик рассчитан на 280 мест. Принимать детей в группы здесь начнут с января следующего года. Нам сейчас важно, чтобы коллеги работая соблюдали график по максимуму, и все вопросы технические, которые возникают в процессе выполнения работ, максимально были запараллельны с процессом строительства. Объекты не должны останавливаться, потому что важно сдать эти объекты в срок. Глава города отметил, результаты подрядчиков по строительству социальных объектов область будет учитывать при формировании бюджета на следующий год. Поэтому работа по возведению новых школ, детских садов и фоков находится на постоянном контроле. Михаил Меньшанин, Денис Линчевский, Регион 29. Здравоохранение, образование, а также развитие народной дипломатии. О планах на дальнейшее сотрудничество договорились губернатор Архангельской области Игорь Орлов и представители Королевства Норвегии. Иностранные гости прибыли в областную столицу для участия в третьей российско-норвежской поморской конференции по рыболовству. Она прошла в рамках Маргаритинки. По словам Игоря Орлова, одна из самых эффективных площадок для взаимодействия сторон сегодня – это Совет Баренц Евроарктического региона. Председательство в нем в скором времени перейдет к Норвегии. Иностранные гости отметили, они используют эту возможность для дальнейшего развития отношений между Архангельской областью и Королевством. Такие сложившиеся традиции многовековые. Здравоохранение, развитие человеческого общения и объективное представление и использование знаний – это очень важное направление. И я рассчитываю, что здесь мы будем совместно трудиться, чтобы знания, особенно исторические, никогда не трансформировались в угоду сегодняшнего времени, были объективны и правильны. Позиция Норвегии, особенно когда речь идет об исторических знаниях, она очень мне импонирует. Это подтверждается событиями в Киркенессе. Также на встрече гостей предложили Игорю Орлову принять участие в торжествах, посвященных 75-летию освобождения Восточного Финнмарка. В свою очередь губернатор региона пригласил представителей Норвегии в мае следующего года посетить Архангельск для участия в торжествах, посвященных 75-летию Великой Победы. Помочь предпринимателям определиться с дальнейшим вектором развития своего бизнеса пытались на деловой программе Маргаритинской ярмарки на площадке под названием «Проектный завод». Эксперты в области финансов, маркетинга или инвестиций оказывали экспресс-консультации бизнесменам любого уровня. Как расширять свой бизнес, где взять новые идеи и чем заинтересовать инвесторов? Это лишь малая часть вопросов, которыми задаются предприниматели. «Проектный завод» – это площадка, где можно найти ответы. Ее организует агентство регионального развития. Мне нужно вообще понять, как вырабатываются бизнес-идеи, как ведется работа над новыми проектами, чтобы уметь с нуля построить свой проект в новом для себя направлении. Для предпринимателей в одном месте собраны эксперты из числа успешных бизнесменов и бизнес-тренеров. Каждый отвечает за определенную область – финансы, управление, маркетинг, кадровая политика и другие. Предприниматели подходят к нужному столу, рассказывают о своем опыте и о своих ошибках. Основная ошибка, что они являются экспертами в какой-то либо своей деятельности в узкой, например, спорт, образование, медицина. Но людям не хватает предпринимательского опыта именно управления бизнесами. То есть основная их задача – не только быть экспертами в этом направлении, а еще научиться управлять бизнесами, строить бизнес-процессы и планировать свою бизнес-деятельность далеко-далеко вперед. Эксперты в режиме быстрой консультации дают предпринимателям необходимые ответы. Иногда такой формат общения позволяет кардинально перевернуть бизнес. Очень зацепила одна история, когда девушка пришла с идеей, как ей развивать производство лоскутного шитья, а ушла она после проекта с тем, чтобы создать собственное производство, во-первых, этих изделий, то есть не формат «дома сшил и продал», а именно производство. Она нашла для себя покупателей, сразу же потенциально, кто мог бы забирать эти изделия для распространения за рубежом. Получить консультации предприниматели могут и вне проектного завода. Помощь всегда могут оказать в Агентстве регионального развития. Светлана Дейнека, Михаил Меньшенин, Светлана Михеевская, Регион-29. На Вологодском кладбище Архангельска открыли восстановленный мемориал, посвященный жертвам политических репрессий 20-30-х годов прошлого века. Обновленный мемориал появился на месте, где 30 лет назад обнаружили три расстрельные ямы с останками более полутора сотен человек. Экспертиза установила, расстрелянными были мужчины и женщины в возрасте от 14 до 75 лет. Идея возразить мемориал принадлежит двум архангелогородкам Наталье Драниковой и Антонине Драчевой. Их инициативу поддержали около 300 человек. В рамках проекта Центра социальных технологий Гарант дань памяти удалось собрать 115 тысяч рублей. Здесь место, которое говорит, как это было, куда текла кровь. Поэтому для меня очень важно не допустить того, чтобы снова вот такие события стали актуальными. Это место, которое о многом говорит. Гибли и с той, и с той стороны. Есть возможность задуматься и о политике, и о том, чего мы хотим на самом деле в этой жизни. В ходе церемонии была проведена православная панихида, после которой состоялось возложение цветов к памятному кресту. Архангельск не столь масштабно, как бы мог, но все-таки принял участие во Всемирном Дне Чистоты. Защитники природы выбрали несколько наиболее загрязненных мусором территорий, где решили навести порядок. Алексей Карельский наблюдал, как очищали Танкандром. Это не туристы, а участники экологического проекта «Сделаем». И в лес они приехали не погребы. У них на уме сбор иного урожая – мусорного. Так защитники природы решили отметить Всемирный День Чистоты. В столице Поморья подобная акция проводится второй год подряд. На сей раз полсотни архангелогородцев, вооружившись мешками, прочесывали остров Краснофлотский, береговую линию на Сульфате. А этот десант выбрался аж на Танкодром. По отзывам, Танкодром – самое, скажем, загаженное, самое замусоренное место рядом с Архангельском. Это первое. Второе. Сам проект «Сделаем» нацелен на то, чтобы очистить территории не в границах населенных пунктов, а природные территории в первую очередь. То есть это леса, это береговые линии и так далее. На Танкодроме разве что танков не оказалось. Зато в изобилии представлены бывшие в употреблении товары легкой, пищевой промышленности. Дело мое, пиздали же тут. Это еще полбеды. Бывают вот люди, оставляют шприцы и презервативы, ну всякую такую гадость. И рядом грибочки, например, растут. Дополняют пейзаж брошенные диваны, бытовая техника, оконные рамы, прочий строительный мусор. Большой привет близлежащим дачным кооперативам. Как думаешь, что нужно делать, чтобы не было у нас так замусорено? Ну, надо строить заводы для переработки. И как бы, чтобы меньше мусора производить, раздельный сбор. Плоды чужого вредительства активисты тоже пожинают раздельно. Один человек отвечает за стекло, собирает. Другой человек собирает весь металл, жесть и алюминий. И металл, который попадается в проволока, какие-то медные листы. Два человека у нас отвечают за пэт-бутылку. Один человек отвечает за общий пластик, который пойдет на переработку. И у каждого в руках вот такие вот большие мешки, в которые мы складываем смешанный мусор. Борцы за чистоту насобирали на танкодроме 46 мешков общего мусора, по 9 стекла и пэт-бутылок и аж 100 килограммов железа. Непригодные отходы вывезет на полигон Катунинская администрация. А вот полезные фракции заберет компания «Заготовитель», дессортирует и отправит предприятиям-переработчикам. Алексей Карельский, Александр Кузнецов. Северодвинск тоже присоединился к Всероссийскому экологическому субботнику. В дождь и град на территории парка культуры и отдыха высадили порядка 200 саженцев, кустарников и деревьев. Причем некоторые дети вырастили сами. Николай Цыпь подробнее. 120 кустов акации теперь будут украшать парк культуры и отдыха в Северодвинске. На эко-субботник «Зеленая Россия» вышли 6 детских садов, волонтеры и школьное лесничество. Садим растения. А зачем? Акацию. А зачем растения садить? Чтобы было красиво. Растения, чтобы дышать, дают нам кислород. Так, вот. Этим саженцам уже три года. Выращивали их из семян сами дети. Дети с воспитателями собирают семена. Мы присаживаем вместе с детьми, мы им помогаем, выделяем место. Папы приходят у нас, облагораживаем это место и следим, конечно, ежегодно. Проверяем, наблюдаем за их ростом. Идем в воскресный день, проводим вместе. В садик очень много организуют таких мероприятий, поэтому с радостью участвуем. Мини-питомники в детских садах Северодвинска функционируют уже 4 года. В прошлом акацию высаживали в городе возле торгового центра на неохраняемой территории. Вышло неудачно, рассказывают организаторы. После того, как саженцы прижились, их украли. У нас были случаи, когда уносили кедры, уносили сирень. Но чтобы уносили желтую акацию, такого у нас еще не было. В этом году мы под защиту детского парка посадили. Сейчас зонтик откроем. Погода не радовала и до начала посадки. Лунки для дубов дождь затопил водой. Жидкость пришлось откачивать. Впрочем, дело еще и в близости грунтовых вод. Парк культуры и отдыха нуждается в масштабном осушении. Нам нужно сделать проект, чтобы было основание полноценное и расчет фактический. Сейчас вот эту зиму мы на это и потратим. Поэтому думаю, что мы реализацию уже начнем в следующем году. В любом случае, эти все посадки, которые сейчас производятся, они будут учтены. Здесь же высаживают саженцы рябины и боярышника. Эти привезли из Дендрариума-Сафу. В Архангельской области участились случаи обмана потребителей электроэнергии. Тревогу бьют в Архэнерго, ведь действия аферистов не только бьют по карману потребителей, но и наносят удар по репутации компании. Люди, представляющиеся работниками электросетей, энергонадзора или энергосбыта, предлагают горожанам, особенно пенсионерам, различные платные услуги. От замены счетчика до замеров напряжения. Обращаем внимание, аферисты за эти работы всегда попросят деньги. Неизвестные лица принуждают менять исправные приборы учета электроэнергии, внушая необходимость срочной установки новых, или предлагают другие услуги, при этом требуют за это деньги. Проверка счетчиков сотрудниками сетевой компании осуществляется без взаимания платы. Поэтому, если специалисты навязывают вам платные услуги или требуют расчет наличными, это однозначно мошенники. Итак, если к вам в дом постучались лжеэнергетики, которые требуют деньги за те или иные услуги, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы. В областном центре завершилась 18-я Маргаритинская ярмарка. Она отмечена возросшим на четверть в сравнении с прошлым годом количеством гостей. По оценкам экспертов, 840 человек, а также мощной деловой, культурной и торговой программами. В этом году на Маргаритинку приехали представители более 40 регионов России, а также гости из Монголии, Армении, Индии, Латвии, Азербайджана, Узбекистана, Республики Беларусь и других дружественных государств. Свои стенды представили и все районы Архангельской области. По оценкам экспертов, гостей было на четверть больше, чем год назад. Все мы спинниги реки, все мы пиннижане, на работе нас не видно, только на гулянье. Сегодня мы последний день торгуем на нашей ярмарке. Сегодня мы распродаем то, что мы привезли из пиннижерского района. Это изделия народных мастеров, наши традиционные пиннижские корзины, самые дешевые на ярмарке. Мы продаем здесь наши шайки для бани, мы продаем наши рукавички, тоже самые дешевые цены. Главная, видимая широкому кругу горожан, часть ярмарки – торговая. А на бойко шла и в выставочном комплексе «Нордэкспо», и по старинке возле дворца «Спорта» и на Чумбаровке. Традиционно спросом пользовались колбасы, рыба, мясо, изделия народных мастеров и сладости. Много чего хотели бы купить, но кое-что приобрели. А что приобрели уже? Ну вот рыбу купили, белорыбецу, мёд купили, масло подсолнечное купили, воронежское. Нравится. Обычное масло вкусное. Купила рыбку бабушке, купила халво арахисовую. Смотрю, ещё что-нибудь. Это вот гречишный, смотрите, самый полезный, витаминный. Окончательные итоги маргаритинга 2019 ещё предстоит подвести и проанализировать. Особенно это касается деловой части ярмарки. Хотя предварительные оценки уже позитивны. Об этом сегодня глава региона говорил на еженедельном совещании в правительстве. Очень здорово, что мы насыщаем целым рядом важных событий. Вот тут ещё совпалый приезд руководителя Росрыболовства. Хороший разговор, в том числе с участием норвежских коллег. Мы очень хорошо обсудили тему с генконсулом и руководителем Финмарка. Хорошие встречи с целым рядом коллег из Белоруссии и других государств. Вот именно такая конструкция ярмарки, современной ярмарки, когда мы говорим о проектах партнёрства, бизнес-партнёрства, социального партнёрства, это очень и очень актуально. При этом губернатор поручил обратить пристальное внимание на недостатки, которые требуют проработки. Одно из таких проблемных мест – нехватка парковки возле выставочного центра «Нордэкспо», где развернулись основные торговые ряды. В этом году по сравнению с прошлым парковку существенно расширили, но проблема ещё осталась, и мы будем дальше её решать. Так же, как и развивать саму выставочную площадку, подчеркнул губернатор. Александр Богданович, Денис Линчевский, «Регион-29». Сейчас немного рекламы, после расскажем, как отметили 200-летие архангельской типографии и каковы успехи у архангельского водника в играх на выезде. Денис Линчевский, «Регион-29». Всегда низкие цены. Полисорб – 199,90. Добрая аптека. Всегда низкие цены. Выгодное предложение. ЖК «Новый квартал», «Корпус-1». Двухкомнатные квартиры – 2 миллиона 600 тысяч рублей. Трёхкомнатные – 3 миллиона 100 тысяч рублей. Удобные планировки. Чистовая отделка. Подробности по телефону 65 69 49. Автограф дня в эфире. Продолжаем выпуск. Тернистый путь длиною в 200 лет в гостиных дворах отметили большой юбилей печатного дела в Архангельской области. Ветераны архангельской типографии вспоминали о своей непростой, но любимой работе. Предприятий с такой давней историей в нашем регионе немного. А началась она с указа императора Александра I, во исполнение которого 23 июля 1819 года была открыта первая в губернии типография. Пропустить такую важную дату, как 200-летие печатного слова в Архангельской области, нельзя, решили наши земляки в Санкт-Петербурге и поддержали организацию праздника. Так же, как Краевический музей, который гостеприимно распахнул двери гостиных дворов для ветеранов организации. И Ломоносовский ДК, чья вокальная студия «Провинция» создавала настроение на вечере. И «Правда Севера», опубликовавшая замечательную статью о типографии, и многие другие помощники. Это наша история. История, которую мы можем видеть, которой мы можем прикоснуться. 200 лет типографии Архангельской области – это существенный, важный праздник для нашего региона. Ведь эти люди – настоящие герои. А задумала собрать всех вместе в честь двухсотлетия Анелия Кудряшова, председатель ветеранской организации типографии. Она – потомственный печатник. Мне было интересно. Сначала, когда я сняла на верстке книги, я первая узнавала содержание книги. Когда читала прямо в гранках, читала еще вот это самое. Потом на верстке газеты тоже все новости первые узнаешь. Но и про вредные условия работы ветеран хорошо помнит. У Анелии Николаевны свинца в организме столько, что он стал выходить наружу в виде крапинок под кожей. В будущем году ей исполнится 80 лет. А ее подруге и бывшей коллеге Фаине Королевой 83 года. Она работала ленотипистом, сидя возле котла с расплавленным металлом. Я на ленотипе набирала газету «Правда Севера». И вот до 94-го года работала я здесь. Нам давали оригинал. Теперь вы, наверное, и машину не знаете, какая это была машина. Машина была, конечно, с матрицами, металл 365 градусов, горячий такой, отливали строчки. Работники типографии не были публичными людьми, но ответственность на них лежала большая. Поэтому журналисты, у которых возникала необходимость сделать правку в газете в последний момент, подходили к типографским с опаской, даже если это был будущий главный редактор «Правда Севера». Честно говоря, это очень хороший тренаж был. Он у меня остался до сих пор, потому что они не любили, и не то что не любили, это было опасно. Когда ты правишь одну буковку, ее же выливали из металла, как это говорили, плывет вся строка, а потом весь столбец. Сегодня трудности прошлых лет ветераны вспоминают с улыбкой. И благодарны всем организаторам праздника, который получился очень теплым. Со словами благодарности, цветами, подарками и чаепитием. Светлана Дейнек, Александр Богданович, Светлана Михеевская. Регион 29. 44-й театральный сезон в Архангельском молодежном театре начался с истории одного города. Летопись города Глупова и перемены, накрывающие жителей с приходом новых градоначальников. Питерский режиссер и труп Панова показали с неожиданной стороны. На примере побывала Наталья Пулина. Вы можете стоять, сидеть, лежать, передвигаться в пространстве или вообще взять и выйти в любой момент. Такую инструкцию получает зритель перед тем, как попасть в зал. Он, к слову, далек от классической сцены и представляет собой подобие музея. Вы не должны вторгаться в происходящее. Вы можете только наблюдать. Спектакль начинается еще до того, как зритель проходит в здании театра. По задумке питерского режиссера Ильи Мощицкого, у него нет ни начала, ни конца. Основа действия – смесь сатиры и трагедии с неоспоримой актуальностью сюжета. По Салтыкову щедрину Пановцы, используя минимум слов, рассказывают историю жителей Глупова и его градоначальников. Живите с Богом. Я человек простой и не для того сюда приехал, чтобы что-то там издавать. Нелицеприятность в некоторых действиях героев, эпатажность в костюмах, элементы эротизма в декорациях. По признанию режиссера, это не попытка удивить зрителя. Это хаос сегодняшнего дня, прошедший через призму восприятия действительности и мыслей, волнующих автора постановки Ильи Мощицкого. Я работаю с собой, зритель работает с собой. Мы не пересекаемся. Я не имею к этому уже никакого... Вот я сегодня бил себя по рукам, чтобы уже не говорить артистам так или так. Все это уже им... Это уже вот что-то, что больше нас создано. Это принадлежит теперь вот времени и пространству. Историю двухсотлетней давности современному зрителю передают с помощью знакомых ему инструментов – электронной музыки и рэпа. А в какой-то момент действие скатывается в настоящий рейв. Это заслуга композитора Дмитрия Саратского. За художественную часть отвечал Сергей Критинчук. Эти все вот придумки, это его придумки. Ну это, естественно, скромнее такое. У нас, надо сказать, весь театр расписывал эти вазы. И даже приходили волонтеры. Поэтому это общий успех и общий... Спасибо вам, родные мои. Спасибо. Министр культуры Вероника Яничек после финальных аплодисментов назвала спектакль «История одного города» премьерой мирового масштаба. А для зрителя увиденный шанс найти пересечение с сегодняшними реалиями и задуматься. Как сказал непосредственно сам руководитель театра, да, Виктор Петрович Панов, да, что в театр нужно приходить думать. Если мы выходим из театра, и это нас заставляет думать о том, что мы увидели, это очень замечательно. В стартовавшем театральном сезоне зрители увидят большой эскиз, а после и сам спектакль Виктора Панова «Мемента моря». А в октябре пановцы покажут музыкально-драматический перформанс «Комната» Степана Полежаева. Наталья Пулина, Александр Кузнецов, Регион 29. От Новой Земли до Вельска вся Архангельская область присоединилась к всероссийской акции «Кросснации-2019». Второй год подряд наших любителей спорта испытывает дождливая погода, но желающих пробежать дистанцию от 500 до 8 тысяч метров меньше не становится. Михаил Меньшенин подробнее. «Кросснации» – семейный спортивный праздник. В подтверждении этого тезиса первый старт в Архангельске отдан забегу семей. Их дистанция – 500 метров. «Прекрасное ощущение, прекрасная, так скажем, проверка, да, на выносливость. Вообще мы спорт любим. Папа чемпион по лыжным гонкам, сын чемпион по футболу. А я в силу необходимости поддерживать свою семью». На те же 500 метров выходят спортсмены с инвалидностью. Это члены региональных сборных команд и просто любители здорового образа жизни. Свой забег они посвящают героям паралимпийского спорта. «Эмоции положительные, а спорт для меня – это в первую очередь физическое поддержание своего тела, ну и духа». За несколько секунд площадку перед стартовой линией заполняют младшие школьники. Их дистанция – тысячи метров. Быстрее всех здесь оказался второклассник 23-й Архангельской школы Даниил Отиков. Километр он пробежал за 3 минуты и 26 секунд. «Ну я, да, думаю, что я первым прибегу. Я занимаюсь в школе футбольной. Нас там очень сильно тренируют. Вот я подготовился. Куда поднимались мы наверх. Там на горке. Это был для меня самый тяжелый момент. А так было трудно, но я смог». В этом году на Архангельском этапе кросса нации увеличилось количество стартов. С шести, как было раньше, до восьми. Забег школьников на 4000 метров традиционно самый массовый на кроссе нации. В этом году дистанцию решили разделить на три отдельных старта. Для средних, младших и старших возрастов. Чтобы каждый соревновался со своими сверстниками. Только в Архангельске в кроссе нации 2019 бежали около 2000 человек. Людей не отпугнула даже сырая и холодная погода. «Погода никогда не остановит. И спорт – это всепогодный вид деятельности. У меня никаких в этом сомнений. И, конечно, вы знаете, кросс-нация – это действительно национальное событие. Событие, которое объединяет людей». «Каждый раз прихожу сюда за новыми эмоциями увидеть глаза, прежде всего, юных легкоатлетов, которые стартуют, делают какие-то надежды на своей первой дистанции, на 500 метров, на 1000 метров». Общее количество участников кросса нации 2019 в нашем регионе превысило 10 тысяч человек. Забеги состоялись во всех муниципалитетах, включая новую землю. Михаил Меньшинин, Денис Линчевский, «Регион-29». Каркопольский, Оренбуевский, Цыгломинский, Архангельский, Северодвинский детские дома, учащиеся техникумов и школ. Шесть команд сошлись на поле боя «Лазертага». Военно-патриотическое воспитание в современной форме провели в Северодвинске. И это уже пятый традиционный турнир по «Лазертагу» среди молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Вместо каски на голове датчики, в руках пластиковые автоматы. Никакой дополнительной амуниции. Однако страсти на площадке «Лазертага» далеко не бутафорские. Стрельбу ведут лазером. Отсюда и название игры «Лазертаг». Обезвредить врага и захватить базу противника. Задача каждой из команд на отборочном этапе. В каждой команде по пять человек. С поля боя уцелевшие выходили как герои. Столько эмоций изначально получить никто не ожидал. Первый раунд вообще мощный был. Я не думал, что так мощно будет. Для детей отличная забава, а для руководителей учреждений – венец военно-патриотического воспитания. Как отмечают организаторы, «Лазертаг» – хорошая замена устаревшей зорницы. Мы пришли к тому, что надо менять форму проведения вот таких игр. Потому что подросткам от 14 до 18 лет совершенно уже неинтересно, понимаете. Вот те игры, которые были ранее. Умение работать с оружием, умение работать в группе, работать тактически правильно – это одно из важных навыков и умений, которые пригодятся будущим воинам. То есть непосредственно уже детям, подростковым в армии. После отборочных боев решающая схватка. В финале на поле команда Северодвинского детского дома – бессменные победители последних четырех лет. И Каргопольский детский дом. Побеждать северодвинцам помогают постоянные тренировки в виртуальном мире. В компьютерной игре – это как? Третье лицо, и тут настоящее лицо. То же самое, как с автоматом бегаешь. Ну, целишься и стреляешь. Задача на финал – захватить контрольную точку и удерживать ее в течение нескольких минут. Это и удалось вновь сделать команде Северодвинского детского дома. Николай Цыпь, Юлия Куницкос, Регион 29. Архангельский водник начал выступление на первом этапе Кубка России по хоккею с мячом. Наша команда находится в западной группе и проводит матч в Ульяновске. В стартовом матче архангелогородцы сыграли в ничью 3-3 против Мурмана. Начало Кубка России для водника из старта получилось тяжелым. Желто-зеленые с трудом свели к ничьей игру с Мурманом, а нижегородцы и вовсе уступили казанскому «Динамо». Очная встреча для обеих команд была работой над ошибками, которую лучше провели архангельские хоккеисты. Подопечные Николая Ировича сочетали уверенную игру в обороне с успешными контратаками, практически сразу убив интригу в матче. 0-6 к 30-й минуте и 6-1 после первого тайма. У нас была установка прижать старт, и это получилось, я думаю. Сделали коррективы после вчерашней игры, и результатом-то было. Во второй половине «Желто-зеленые» довели дело до полного разгрома старта 9-1. В составе водника покер на счету Евгения Дергаева. И, что особенно приятно для болельщиков, хитрик у нападающего Алексея Нечкова, который присоединился к команде в этом межсезонье. Сегодня очень строго сыграли в обороне, и на контратаках очень хорошая игра получилась в атаке, особенно в первом тайме. Ну, в втором тайме дали всем поиграть, спокойно довели игру до победы. Следующий матч турнира водники провели сегодня утром против Кировской Родины, причем после окончания игры со стартом прошло всего 16 часов. Усталость сказывалась на действиях хоккеистов, скорости были не слишком высокие. Тем не менее, водник все же одерживает верх 4-2. При этом пять из шести мячей в игре были забиты со стандартов, а вратарь водника Роман Черных в первом тайме взял удар с 12 метров. Игра была ранее, поэтому организм еще по началу игры немножко спал, мне кажется, и что у нас, что у соперника. Игра получилась интересная, каждый из соперников хорошо атаковал, хорошо обронялся, поэтому не так много забитых мячей сегодня было. Впереди у водника проверка на прочность в матчах с Казанским и Московским «Динамо». Игры пройдут 24 и 26 сентября соответственно. Завершат желто-зеленый первый этап Кубка страны 27 сентября матчем против строителя. Михаил Меньшанин, Александр Петровский, «Регион-29». Материалы выпуска можно пересмотреть в группе телеканала «Регион-29» ВКонтакте, адрес на экране. На сегодня это все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин